Доброго времени суток! Вы на канале новая глава Таратерапия. Меня зовут Любовь. Приглашаю вас на расклад, кто в скором времени проявится, кто в скором времени свяжется с вами. Кто в скором времени свяжется с вами. Мужчина энергичный, либо моложе вас или ваш ровесник, либо мужчина... Молода выглядит как-то, если чуть-чуть постарше вас. Энергия. Энергия бьет плечом. Очень энергичный. Мужчина-завоеватель. Мужчина, привыкший к победе. Мужчина-завоеватель, хочется сказать. Победитель. Возможно, у этого мужчины очень красивая, построенная речь. Такой приятный баритон. Что-то вот с голосом. С голосом такой мужской проявленный. Этот мужчина, не могу сказать, что достиг каких-то больших высот, рекордов нет. Он на пути, он на пути к своему лавру. Мужчина, которому в жизни не дается просто так, легко. Возможно, у этого мужчины тяжелая физическая работа. Здесь не тот, который работает интеллектом. Нет. Здесь именно работа с физическим трудом связана. Возможно, руками что-то. Что-то он делает руками. Что-то руками управляет, передвигает, мастерит. Что-то вот, что-то так. Если подходит. Значит, расклад ваш. Далее смотрим. Углюбчивый мужчина. Углюбчивый мужчина. Такой мужчина, который может увлечься. Увлечься. Увлечься и увлечься. Еще. Так, смотрите. Здесь показывают, либо он ищет своего. Своего человека, свою девушку, свою душу. Либо, такой еще вариант. Вероятность того, что у него есть уже дама сердца. Здесь смотрите. И так, и так можно считать. Кому как подходит. Если был бы личный расклад, я уже настраивалась на человека. Ну, здесь и так идет. А если даже вот такая вот грань проявилась. Если он не женат, а живет с этой дамой, девушка, у нее есть двое деток. И не от него. Почему-то так вот идет. Или вероятность того, что он сожительствует. Или есть постоянная женщина. И вероятность, что женщину он ищет. Свою женщину ищет. Именно для жизни ему нужна. На всю вот его пылкость, влюбленность. Хорошо, нам показали мужчину. Да. Сейчас посмотрю, но раскладывать не будет. Мне просто интересно. Смотрите, если кто-то ждет мужчину, то здесь показывает, карты показывают так. Арканы говорят. Это как подсказка. Я их выкладывать не буду. Это как подсказка. Еще идет такая вероятность. Если кто в конфликте, и вы ждете своего мужчину, то здесь он не торопится с проявлением, тянет, отстраняется. Возможно, какой-то период вы с ним вообще не общались. Общение, мало никакого контента. Созонов, переписок вообще никак. Но он очень тяжело этот период проходил. Все это время без вас было сложно. старался уводить мысли о, возможно, этом конфликте, о мыслях о вас, мыслях о вас уводил и уходил в работу, чтобы забыться. не всегда ему удавалось балансировать. Не всегда ему удавалось балансировать. Уходил прям в крайность. Иногда получалось сдерживаться. Какие-то муж порывы, эмоции вам позвонить, проявиться, рассказать о своих эмоциях, чувствах. потому что ему с вами хорошо. Здесь взаимность, считывается взаимность. И показывают вот каких-то пар здесь, то есть кто вам проявится, с чем вам человек придет. здесь по страшному суду идет как кармический как урок, кармический партнер, что-то вы проходите. Тяжелый, какой-то тяжелый этап. Ой, очень тяжело здесь получается в смерти сразу терка жезлов. Очень тяжело. период этот проживали энергетически очень тяжело. Прямо разбитость, уязвимость тяжело. Здесь показывают чувства обоюдные, симпатия. А нету чего-то глубокого, показывают как влюбленность. Неприятно с тобой находиться. Нехорошо идет влюбленность. И сразу подтверждение идет. Вот эта вероятность, которая сейчас карты выпали. Я читаю здесь до года отношения показывают новые отношения. И он подумывает, подумывает стать вашим мужем, считает вас очень страстной, красивой девушкой. влюбленность. И если у кого-то была близость волшебства, очень устраивает совместимость. Такой вот вариант. Все выбираю. Убираю. То есть здесь три варианта, да? вот если подходит. Слушаем дальше. С чем проявится? ну смотрите, здесь будет уже проявление, придется какой-то материи, то есть будут что-то предлагать, уже обдумал, не зря вот эти вот зависания показывали, арканы и как задержка в проявлении. Это не говорит о том, что он не хотел, хотел проявиться, но оттягивал, размышления уходил. Особой обиды здесь не было, там агрессии, обиды нет. Нет, обдумывал. Посмотрим, с какими словами заявится у нас колоды. С какими нет, нет. Хочу эти фразы с какими словами заявится. Смотрите, скажет так, что когда была разлука, когда мы не общались, брошенный, чувствовал себя как брошенным, да, брошенным. Далее, смотрите, здесь вот что-то есть, но скроет, не расскажет. Пустая карта, это говорит о том, что не все скажет. То есть у нас вопрос был, да, кто проявится, с чем. Что-то он все-таки недоговорит, имейте ввиду. Захочет проявить свою авторитарность, авторитарность, захочет проявить. Расскажет вам то, что о вас фантазировал. Ну, да, здесь не зря показали, что если у кого длинность была, то совместимость. Скажет, что все это время я обидно, все-таки, наверное, обижался он, в обиду уходил. Но я не забывала тебе, я фантазировала. Я фантазировала тебе. хорошо, что предлагать-то будет? Что будет предлагать? Раз уже пошла такая песня, говори нам, что будешь предлагать? смотрите, закончим на этом расклад. Пустая карта. Пусть будет это секретом. И здесь пустышка выпала, что-то недоговоренность. Знаете, как я считаю это? Я считаю так, что дальше у каждого будет своя информация. То есть мужчина сам подрезюмирует и придет к какому-то консенсусу. У каждого это будет свой консенсус. Свой секрет и свой сюрприз. на этом все. Продолжение следует...